ты чем-то встревожен у тебя что случилось что что сестра заболела я должна забрать школы младшего брата сочувствую но не волнуйся все будет нормально иншалла я понял что я совершенно ничего не знаю про твою семью мы еще вернемся к теме разговора о членах нашей семьи а пока запомни олан кардашо младший брат то там старшая сестра мира бадус лар тема очередного занятия коранта коранта а залара семья члены семьи и на примерах слов связанных с этой темы мы познакомимся с понятием принадлежность в именах существительных но для начала давайте проверим домашнее задание первое задание бэрэнджи вазифе из ниже перечисленных слов при помощи аффиксов образуйте название профессий иш ишчэ бостан бостан джэ баллэк баллэк чэ дэмэр дэмэр джэ второе задание эконджи вазифе переведите и запишите название профессий на крымско-татарском языке строитель куры и джэ воспитатель перби и джэ врач и ком продавец сад и джэ танцор у юнджэ спортсмен спортча повар аж ч юрист одли и джэ ну я опять справился на отлично ну да ты молодец ну-ка напомни как будет нехвастай по-крымско-татарски махта на мерби махта на берме махта на берме да молодец итак начинаем новую тему как известно в крымско-татарском языке множество разных аффиксов на прошлом занятии говоря о профессиях мы начали знакомиться с словообразующими аффиксами а сегодня познакомимся с аффиксами принадлежности они служат для обозначения принадлежности предмета к тому или иному лицу вспомните об этом мы уже говорили на одном из первых занятий мэн нэм а дэм сэн нэм а дэм сэзэн а дэмэс мэн нэм а дэм а дэм а дэм сэн нэм а дэм сэзэн а дэмэс ох молодец молодец вспомнили идем дальше аффиксы принадлежности подчиняются законам сингармонизма то есть созвучия гласных по мягкости и твердости и губно-негубному созвучию например хоранта мэс наша семья агамыс наш старший брат баба сэ его ее отец она твоя мать топум мой мяч все зум мое слово рушен ты вероятно увидел на экране новые слова ну такие слова как она баба харта на хардбаба знают все даже такие как я которые слабо владеют родным языком но я слышал от друзей и видел пару других версий например анашка биташка бабашка да к сожалению эти измененные варианты сейчас встречаются повсюду говоря по-русски бабушка дедушка мамочка многие переносят окончание к и на татарский язык отсюда и получаются анашечка бабашечка питашечка и причем говорящий так уверен что они употребляют ласкательную форму хотя на самом деле это звучит очень грубо как папка детка бабка ласкательные формы этих слов она чихом бита чихом баба чихом и вправду так звучит намного лучше ну а теперь давай приступим к новой теме нашего урока это семья семья по конца татарски а или или коранта а ле проще произносится используется и тот и тот вариант теперь смотри как сказать старшая сестра если честно я не помню хорошо я повторю моя старшая сестра менэм татам другие формы аптем аблам апам абам а младше сестра менэм кэс кардашэм то есть менэм татам менэм абтэм моя старшая сестра и менэм хэс хардашэм это моя младшая сестра правильно молодец верно теперь скажи мой брат если он старший менэм агам а если младший менэм охлан кардашэм получается старший брат менэм агам а младший брат менэм аглан хардашэм маша лабалар а теперь давайте рассмотрим образование форм принадлежности в единственном числе рассмотрим на примере таких слов коранта семья синоним этого слова айле карт баба дедушка карта на бабушка она мама баба отец ага брат тата сестра охлан кардаш младший брат с кардаш младшая сестра но прежде ознакомимся с таблицей где указаны все аффиксы принадлежности в единственном числе аффиксы принадлежности единственное число первое лицо менэм имм м ма и м ма и м ма второе лицо тсен на н om инг ритеe лицо о нён сы си и у ю кстати существительные форме принадлежности могут сочетаться с притяжательным местоимениями – мен нын, сен нын, о нын, а могут использоваться и без них. То есть можно сказать мен нам а нам сен нын бабан, а можно просто а нам, бабан. Посмотрим как это будет выглядеть в единственном числе. Первое лицо – анам, бабам, картанам, картбабам, агам, татам. Второе лицо – анан, БАБАНГ, КАРТАНАНГ, КАРТБАБАНГ, АГАНГ, ТАТАНГ. Третье лицо. АНАС, БАБАС, КАРТАНАС, КАРТБАБАС, АГАС, ТАТАС. Обратили внимание? Ко всем словам, которые заканчиваются на гласный, прибавляется аффикс, который начинается с согласного. Рассмотрим слова ОГЛАНКАРДАШ и КЫСКАРДАШ с аффиксами принадлежности в единственном числе. Первое лицо ОГЛАНКАРДАШМ, КЫСКАРДАШМ. Второе лицо ОГЛАНКАРДАШМ, КЫСКАРДАШМ. Третье лицо ОГЛАНКАРДАША, КЫСКАРДАША. Обратите внимание на аффиксы. Если основа слова заканчивается на согласный, то аффикс начинается с гласный. А фонетические варианты аффиксов принадлежности ИМ, ИМ, УМ, ИМ связаны с правилом сингармонизма. Например, АДАМ, ТЭЛЮМ, ТОПУМ, СОЗУМ. Давай попробуем подобрать правильный аффикс принадлежности, который уже упомянут в таблице, используя правило сингармонизма, а также то, что сказал Тимур ОДЖА. Если основа слова заканчивается на согласный, то аффикс начинается с гласный. И наоборот. Если основа заканчивается на гласный, то аффикс начинается на согласный. Будем использовать слова, которые ты уже знаешь. Какой аффикс ты добавишь к слову СОФРА? Обеденный стол. СОФРАМ. Основа заканчивается на гласный, значит аффикс нужен согласный. Правильно? Так, и получается МЕН ЭНОМ СОФРАМ, СЕН ЭНСОФРАН и ОНЭН СОФРАСО. А теперь нужно будет вспомнить правило сингармонизма. Слово «гуль». Основа заканчивается на согласный, мягкий звук «ль». Значит, надо искать аффикс, который начинается с гласной буквы, да еще и мягкой. «Гуль». А, «гуль» – «гулюм», правильно? Да, а дальше? Ага. «Меным гулюм», «сеным гулюм» и «оным гулю». Угу. Теперь дают два слова «эф», «баба». Угу, сразу два. Ну ладно. «Меным бабам», «меным эвим». «Меным эвым». «Меным эвым». «Сеным бабан» и «сеным эвым». Угу. И «оным бабасы» и «оным эвы». Браво, Рушен, а теперь давай познакомимся с твоей семьей. Действительно, Рушен, мы с тобой уже так давно знакомы, я до сих пор не знаю о твоей семье. Хотя у крымских татар принято сразу расспрашивать о ней. «Сеным хорантан балабанма»? Твоя семья большая? Ну, не маленькая. Скажу на крымско-татарском «мен», «бабам», «учхартанам», «хыс хардашим», «ве оглан хардашим». И, ну, всего семь человек. Еда. А сколько человек у тебя в семье? «Меным хорантан балабанда и галь». Моя семья небольшая. «Меным хорантан беш адам бар». «Анам», «бабам», «охлан хардашим», «татам», «ве мин». В моей семье пять человек. Мама, папа, старшая сестра, младший брат и я. А имена членов семьи стоит называть при знакомстве? Ну, желательно. «Анам нэн ада», «бабам нэн ада», «татам нэн ада», «углан кардашим нэн ада», «кос кардашим нэн ада». Ну, и так далее. «Меным хорантанам ада арзы, айше, велиля». Неправильно. Ты употребил его множественное число, но слово «картанам» оставил единственным. А как тогда правильно? «Картаналарам» – «мои бабушки». Или «биталарам» – «ад ад лэрэ». Мы еще не изучали множественное число, поэтому просто повтори. Получается, «меным хартаналарам нэн ад лэрэ», «айше, арзы, велиля», «бабам нэн ады» – «марлен», «кос кардашим нэн ады» – «эмилия», «оглан кардашим нэн ады» – «тимур». О, да мы тезки с твоим младшим братом, Рушен. Ребята, хочу сказать, что вы большие молодцы. И теперь смело можете идти в гости и легко ответить на вопросы о вашей семье. А теперь давайте запишем домашнее задание. Первое задание. «Бэрэндживазифе» – «допишите слова с аффиксами принадлежности в единственном числе». Второе задание. «Экундживазифе» – «запишите словосочетания и предложения на крымско-татарском языке». ДОСТ ЛАР Выполняйте домашнее задание, учите слова и выражения и обогащайте свой словарный запас.